Пятница вечер. Город готовится ко сну. У отдельных граждан праздник в самом разгаре. На проспекте машиностроителей патруль ДПС заметил автомобиль УАЗ. На дверях надпись «Бешеный лось». За рулем водитель. Не очень трезвый. Пассажир тоже полон радости. В 11 ночи им понадобилась бутылочка кефира. Заметили движущуюся навстречу автомобиль УАЗ, который двигался без света. Инспектор, напарник у меня вышел останавливать. Водитель не остановился, проехал метров сто и встал. Подъехали, задержали. Водитель находится в нетрезвом состоянии. Водитель дышит в трубку прибора. На табло рисуются два знака бесконечной радости. Доза опьянения приличная. Шофер с нарушением согласен. Ехали за йогуртом. Выпивали сегодня? Выпивали. А что? Выпивали сегодня пиво. Немножечко. Здорово рисовали, потому что ребенку нужно было сейчас покушать йогуртом. Теперь понимаете, что прав-то лишитесь? Понимаем то, что лишимся. Сейчас не сожалеете. Ради ребенка нет. Во время нашего общения друг Романа дышит воздухом в придорожной канаве. Выйдя из кювета, выражает отношение к России, ее руководству и государственной системе. Мне из России нельзя выехать. Почему? Что случилось? Потому что, нет. Я алименчик, потому что. Алименчик? Да. Немного у вас иждивенцев хрена. Миллион у меня рублей. Да вы с нее. Ну и чего. Я просто с этой Россией, с вашей долбаной Россией не могу просто выехать в Эстонию. Просто-напросто. Водитель УАЗа отправится в суд. Объяснить логически свой поступок служителям Фемиды он сможет вряд ли. С баранкой внедорожника наверняка придется попрощаться на полтора года. Около полуночи патруль ГИБДД приметил нарушителя в поселке Шевелюха. Остановить разноцветный ВАЗ-2106 удалось в соседнем селе Смоленское. При проверке документов оказывается, у водителя поддельные права. Стали проверять по базе. Водитель умолчал. Стали проверять по базе на выдачу данного водительского устроения. Установлено было, что водительская с таким номером не выдавалась городом Москвой. Если не знать тонкостей, отличить эту карточку от настоящей практически невозможно. Цветографическая символика, переливающиеся голограммы. Атрибутика вполне правдоподобная. То, что в Москве в последнее время купить корочки водителя не проблема, знают многие. Сколько стоит липовое удостоверение, подозреваемый сказать отказывается. Сколько стоит водительское сейчас левое? Не знаю в данный момент. Вы за сколько его купили? Я даже не буду вам говорить. Долго проездили по нему? Достаточно. Сейчас этот человек водителем быть не может. Машину передают отцу его друга, который в пол первого ночи по звонку встал с кровати, пришел и любезно согласился помочь нарушителю. Виновника смоленского переполоха доставили в отдел полиции Заволжский для дальнейшего разбирательства. За выходные в Ярославской области дорожная полиция поймала 101 нетрезвого водителя. Один человек перевозил в своей машине два свертка с амфетамином. Юрий Кораблев, Денис Ромашов. Место происшествия.